Я слежу за Коннором больше пяти лет, видел, как он за секунды сложил Жозе Альдо, как стучал с Диасом и Хабибом, как обнимался с бабушкой ковбоя и падал в нокаут после панча и Парье. Самым главным элементом всех боев Нотариуса стабильно оставалась бешеная раскрутка. Коннор за месяц до ивента начал расхваливать себя, унижать соперника и периодически постить пьяные твиты про Хабиба и его семью. Макгрегор вел себя мерзко и развязно, зато это резонировало. Он оставался самым ярким бойцом, даже выходя в октагон реже, чем раз в год, но потом все закончилось. Уже перед январским боем с Парье Мак выбрал скучнейшее амплуа доброго папаши и почти не оскорблял Дастина. Потом Коннор улетел в нокаут и стал совсем паинькой, ровно до тех пор, пока Парье не обвинил его в том, что ирландец не перевел обещанный кэш на благотворительность. Макгрегор назвал американца деревенщиной, но конфликт быстро замялся. Сейчас Коннор снова задирает Дастина, называет его болваном, обещает прописать с ноги и гарантирует нокаут. Ноториус даже провоцировал американца на битве взглядов, но все это выглядит предельно вторично и наиграно. Примерно как фраза «Сейчас у меня лучшая форма за карьеру», которую Мак произносит абсолютно перед каждым боем. Ирландец так обленился, что не придумывает новое тэшток фишки, а пользуется приемчиками из 2015-го. Тогда они прокатывали, а сейчас уже не возбуждают. Правда в том, что карьера Коннора завершилась почти 4 года назад, когда он вышел против Флойда и неприлично разбогател. После того поражения никто не видел настоящего голодного Макгрегора. В бою с Хабибом он рекламировал виски, а драки с ковбоем и Парье провел чисто по инерции, потому что на диване становилось слишком скучно. Сейчас примерно та же ситуация. На это указывает даже подготовка Макгрегора. Вот каким инсайдом недавно поделился боец Рафаэль Физиев. Я вижу, как Макгрегор тренируется в Дубае с непонятными людьми, непонятными бойцами. Видел, он тренируется с каким-то индусом. А среди индусов я вообще бойцов не видел. Я больше чем уверен, он просто выйдет, заново сделает деньги и получит по шее. Скорее всего, это верный прогноз. Сейчас Коннор интересен лишь в контексте собственных минусов. Оказывается, он посредственно борется, не держит удар, не умеет теперь. Плохо перестраивается во время боя и легко может задышать. Секрет позднего Макгрегора давно разгадан. Он либо сразу побеждает, либо сталкивается с огромными проблемами. Исключение – реванш с Диасом. Но тому ивенту скоро стукнет пять лет. Трудно поверить, что когда-то Коннора действительно рассматривали как потенциально лучшего бойца в истории. В 2021-м такой тезис звучит как абсурд. После Макгрегора останется лишь маркетинговое наследие. Феномен его популярности будут разгадывать еще долго. Но шансов в ближайшем бою против Дастина фактически нет. Парье постоянно думает о спорте, заряжен на пояс и уже знает, чем побить Ноториуса. Коннора спасает лишь убийственное попадание в первом раунде. Если этого не произойдет, ирландцы опять размотают. Но расстраиваться точно не стоит. После второго подряд избиения от Парье, Макгрегор наконец-то действительно завершит карьеру. А Дастин отправится за титулом, который он однозначно заслужил.